Друзья, всем привет! Сегодня я закончил монтировать очень большой влог о нашем путешествии по Франции. Я посвящаю это видео своей любимой, единственной и неповторимой дочери. Ее зовут Сара. Она живет в Америке и, к сожалению, мы не можем с ней общаться так часто, как бы нам хотелось бы. Доченька, ты сможешь посмотреть и вспомнить, как ты в первый раз оказалась во Франции. Мы проехали с тобой из Парижа в Бордо и обратно на автодоме. Ты побывала в настоящем замке, в котором раньше жили короли и королевы. Очень много, что произошло с тобой там в первый раз. И я думаю, что первые воспоминания твои, они в любом случае останутся на всю жизнь. И они будут для тебя самые теплые и самые радостные. Я верю в то, что когда-нибудь обязательно наступит такой момент, и мы отправимся с тобой в какое-нибудь не менее интересное и увлекательное путешествие. Никогда ни о чем не жалей и ничего не бойся. Я с тобой, что бы ни случилось, люблю тебя. Субтитры делал DimaTorzok В этот раз у нас необычное путешествие, потому что мы путешествуем вот в таком большом доме на колесах. Мы в нем живем, готовим кушать. У нас там есть холодильник, спим и работаем. Да, здесь у нас что, дочь? Что ты хочешь показать? Здесь у нас лежат... Здесь у нас лежат наш багаж. Это специальное вещество, которое мы добавляем в наш биотуалет. У нас вот здесь биотуалет, кассета от биотуалета. И мы добавляем чуть-чуть этой жидкости туда, чтобы не было постороннего запаха. Мы остановились. Первое место нашей остановки вот такой муниципальный кемпинг во Франции. Во Франции есть два типа кемпингов. Видите, у нас здесь электричество подключено. Во Франции есть два вида кемпингов. Государственные такие, муниципальные. И частные. Они, в принципе, ничем не отличаются друг от друга. Единственное, может быть только уровнем комфорта и ценой. То есть, вот такой кемпинг здесь есть. В этом муниципальном кемпинге есть дома вот такие обычные, в которых можно приехать на простой машине, переночевать. И есть вот такие лужайки, площадки для автодомов. То есть, вот ребята приехали к Ниссану, подцепили такой дом передвижной и привезли его. Там два озера есть. В одном из них даже можно ловить рыбу. В одном можно купаться, а в одном можно ходить ловить рыбу. Да. То есть, здесь можно купаться. Там лебеди есть. Вот такие площадки здесь для игры в шарики. Европейцы любят играть с такими железными шариками стальными. И эта специальная площадка, она даже освещается. Вот здесь у них туалеты такие общественные, очень чистые. Для инвалидов есть туалет. О, и душ даже для инвалида есть. Я первый раз такое вижу. Никогда не видел это. По-моему, здесь ребенка можно купать, инвалида можно купать. Вот такие душевые. Здесь теплая вода. Очень чисто все. Да, несмотря на то, что это общественный туалет. Здесь даже розетки есть для бритвы. Можно бритву подключить. Много зелени здесь, много цветов. А я? Вот. Да? Вот здесь тоже есть такие. Туалет для мальчика. Да, туалет для мальчика. А, ну и вот здесь тоже можно мыть посуду, можно кассету мыть. Угу. Так. Стоимость одного места, вот, то есть лужайку, вот так припарковаться на лужайку стоит здесь 10 евро. Это если, ну, человек, вам не нужно подключать электричество. Если нужно подключать электричество еще. Да, вчера здесь были праздник, был праздновали день рождения. Вот барбекю. Ребята разжигают. Мы не подключали электричество. Нам хватило нашего резерва, нашего резервного аккумулятора. То есть у нас было достаточно этого. Мы не подключали электричество. Там, 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 там чуть-чуть уходит. Да. Здесь у нас рядом лужайка детская, детская площадка. Да, прям рядом с нашу мостодом. Формидабль. Формидабль. Сегодня мы переночевали не в государственном, не в муниципальном кемпинге, а в частном. Стоимость этого кемпинга 30 евро. Вот здесь есть сауна. Полчаса 7 евро, час 10 евро стоит. Здесь бассейны, два бассейна, взрослый и детский. Сара вчера здесь купалась. Говорит, вода очень теплая. И, в принципе, ей здесь понравилось. Ну, то есть, вот отличие муниципального от государственного, от частного, что, скорее всего, обязательно будет бассейн, будет бар, бильярд. Бильярд, кстати, у них бар, вот, это работает до 10, максимум там до 11. И то там никого нету. Тоже так же здесь есть туалеты, души. А еще здесь, вот, чем отличаются, то, что здесь есть прачечная, то есть, здесь можно постирать одежду, высушить ее. И там еще есть холодильник, можно лед заморозить, морозилка есть. Мы там заморозили сегодня две бутылки воды. Вот. Еще помимо этого, здесь очень много раковин. Здесь такая большая лужайка. И много раковин, наверное, где-то 10 раковин. Помимо мест для кемпинга, у них здесь есть вот такие домики, шале. То есть, можно приехать просто на своей машине и поселиться в таком лагере. То есть, не обязательно иметь для этого автодом. Но это будет дороже стоить. Я думаю, это будет где-то 50 евро, может, даже еще дороже будет стоить. Детская площадка. Ну, Сара вчера не была от нее в восторге. Не очень-то здесь ей понравилось играться. Вот это все места для караманов, для автодомов. То есть, если приехать с компанией, там 3-4, можно прям сразу все занять. Здесь веселиться с ребятами и отдохнуть очень хорошо, качественно. Там протекает речка и уже можно отсюда попасть на вот эту знаменитую гору с Монт-Сан-Мишель, либо в центр города. Здесь, в принципе, все это рядом отсюда. Здесь есть два мангала на этом кемпинге. Я нашел. Вчера мы здесь жарили рыбу, мясо жарили. Машинки старые. Вот. Ну, сюда, по-моему, не надо добавлять порошок и ополаскивать. А, нет, здесь надо. Некоторых новых уже не надо. То есть, здесь можно постирать. А здесь сразу можно высушить. И даже гладильная доска есть. То есть, можно сразу будет постирать. Вот морозильник. Здесь можно заморозить воду или там еще что-то. Или пакеты просто со льдом. Ну, написано, что надо подписывать каждый свой пакет. Где чей? Ну, вот здесь у нас бассейн. Очень много. 12 ограничений. То, что в бассейне делать нельзя. 12 правил. Толкать, курить, короче. Радио даже слушать нельзя. И вот специально здесь дресс-код купальника. Ну, бассейн, чистая вода. Прикольно, в принципе. Ну, стоит он в два раза дороже, чем тот кемпинг, в котором мы ночевали вчера. Я сюда сейчас приеду, машину привезу свою. И буду скидывать, сбрасывать воду, которую мы использовали. И буду наполнять новую. Баскетбол здесь есть, футбол. Вон там еще один мангал, третий мангал. Если кому не хватит. И там есть такой типа заповедничка, типа зоопарка маленького живого уголка. Там у них звери бегают. Специальная штучка. К ней подключается электричество. Здесь 220 вольт. И весь автодом полностью заряжает наши батареи. Полностью все насосы, все освещения, полностью все от него лампы работают. Мы приехали сегодня в устричную столицу Франции, город Канкаль. Оказывается, здесь самые вкусные устрицы издревни готовили. Потому что всем королям подавали устрицы именно вот с этого города. И здесь самые свежие, самые дешевые, самые вкусные устрицы можно найти. Мы здесь переночуем одну ночь. Ничего в принципе страшного не случится. У нас будет открываться вообще изумительный вид, конечно, из окна завтра утром. Да и сегодня вечером. Вот отсюда видно Канкаль сейчас. То есть он находится на побережье. Свежий воздух на берегу моря. Ну, я думаю, если вот где-то взять и остановиться в таком отеле, это будет отель, наверное, 5 звезд, 4 звезды. И, наверное, где-то около 200 евро будет остановка стоить в таком отеле. Там чуть дальше есть еще одна устричная ферма. Туда можно приходить на экскурсию. Типа дегустация устрицы. Они там рассказывают про историю устриц, как их добывали там. А, кстати, еще очень один интересный факт. Есть такое мнение о том, что устрицы не едят те месяцы летние, в которых есть буква R. То есть май, юнь, юль, август. Вот эти месяца их не едят. Вот сентябрь, октябрь, ноябрь, там уже буква R есть. И уже как бы их можно есть. На самом деле это все пошло из древности, когда... Из Франции, из древности. Когда очень много людей распробовали этот вкус, вкус устриц, они начали исчезать, и король издал приказ свой официальный, что в месяца, когда... Месяца, в которых есть буква R, устрицы кушать нельзя. И они восстановились, то есть стало все нормально. А на самом деле во Франции устрицы есть всегда, в любые месяцы. Всем доброе утро. Доброе утро, дача. Мы проснулись сегодня. После... После... Ночи на море. Устрицы валяются даже, ракушки от устриц, вон, валяются даже на полу. Получается, кто-то ел здесь, сидел, и прям сразу бросал их вот сюда. Говорят, что... Типа в этом городе официально можно чистить устрицы, кушать вот так, на лавочке сидеть на берегу, и прям бросать их в воду. Субтитры подогнал «Симон» Его оставляют дома, здесь одного, и он осторожен. Женя с бантиком. Ну, подарочек мой. Ну, так, просто. Получше вон собаку снимать. Проходим. А это вот, может быть, здесь кухня чья-то, или столовая, или даже спальню, конечно, они закрывают. Ну, вот, допустим, зал или кухня. Они вот так сидят, окна откроют, кушают. И им это вроде как, типа, даже нравится, что люди вот так мимо проходят. Такие огромные устрицы мы здесь нашли. Кто знает, переводите, пожалуйста, в комментариях. По-моему, здесь написано устрица, которая 15 лет. Везде во Франции у них продают багеты. Даже в том кемпинге, где мы ночевали, где бассейн был, у меня на рецепшене спросили, что, типа, хочу я багет или нет. И там можно было записать свое имя и номер парковочного места, и принесли бы туда багет. Утром, с утра пораньше. Дома. Дальше мы там в траве где-то, в деревьях где-то ночевали. А наша машина там за этими домами. Поэтому вот здесь модно. А здесь вот эти мальчики, там она модно, младушка, вообще не модно. Чего? Да ей в садике она надела костюм, который я ей купила, полосатый, H&M. И ей сказали, что она в пижаме ходит, воспитатель. Бред какой-то. Здесь их продают по 50-100 штук. Бонжоу. Сразу тарелочка. Здесь можно заплатить карточкой. Какие? Наши даже. Король такие ел? 20 тонн. Соль. Пляж усыпано все ракушками. Я такого, конечно, никогда вообще в жизни не видел. Это все ракушки от устриц. Вот здесь даже можно, если хорошо поискать, можно даже закрытые найти. Они их выбрасывают. Думаю, что они испортились. Смотрите, как круто. Я такого не хочу. Дочь, не порежься, они острые очень. Ищи закрытые. Вот, видишь, закрытые есть. Я тоже нашел закрытые. Я уже открылась. Вот, нашла. Не, это уже открылось. Их нельзя. А вот эти прям, они еще закрытые. Просто здесь кусочек отломился, но она не погибла, ее можно есть. Но придется съесть без лимона. Это тоже, по-моему, капец. Че, снимите меня, как я ем. Давай, давай. Сначала я, а вдруг окрава. Видите, камень, да. Вина мой. Нет вина у тебя, случайно. Запить кислого. Нету. А че с собой не мыли ее взяли, что ли? Я вот как-то они тут все взяли, я уже так же все езжу. Давай, давай, пошли. Ну что? Корони королеву. Королеву, давай. Че? Удавилась? Да? А? Ооо. Остая? О боже. Она очень соленая, морская, прям с морской солью и огромная. Не, я такую не хочу. Публичные туалеты у них тоже тут вот во Франции везде. Бесплатные. И еще они любят сортировать пластик, стекло. Отдельные у них ящики вот такие. Куда люди привозят, выкидывают. Да, они килограмм они продаются. И они, видишь, точеные. Вот, мне кажется, вот это дикие. Они гладенькие такие, точеные. И вот эти тоже. А, нет, эти прям вот с арматуры, с железки сняты. Я слышал, половина. Здоровая. 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 Я точно так понимаю. Это зависит от размера. Окей, окей. Ну, выбирай таких моментов. Окей, один килограмм. Я смогу. Один килограмм. Он очень получилось. вот такой здесь магазинчик соль продают это не раки это крабы а какие здесь омары огромные очень высокий мост я даже не знаю сколько здесь высота метров 200 может быть даже 150 вот такой здесь спуск резкий сразу где-то здесь есть с правой стороны кемпинг да я вот его отсюда пишу типа прям с видом на этот мост такая у них деревня детская площадка чисто цивильно хотя это деревня вообще дремучая на этом побережье здесь прохладное море здесь выращивают устрицы и это не та часть монако или там каны где даже зимой тепло здесь прохладно даже середине лета поэтому если вы хотите приехать сюда купаться я думаю это не самый лучший вариант вот даже подтверждение тому это вот их бассейны они вот так закрывают и там вода подогревается люди приезжают на таких велосипедах в палатках здесь на земле спят либо им настолько природы не хватает либо что я вообще понять не могу закрывай дверь дочь на авто французский мальчики нам придет сейчас будет на скотать а соди сори соль и сори саде 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 сада пристегнись здесь нельзя ехать не пристегнута 6 он подножку на за этого это? за этого? Queen key you need key? yes let's go let's go back давай пристегивайся и поехали дождь не пристегнулась ну давай, let's go back let's go in out сигналит еще прикол, да, дочь? да сумасшедший кемпинг сумасшедший нашли главное, они еще говорят сумасшедший ну first, please один 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 аванс с 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 проезжаем красивые места сейчас сейчас мы уехали с того кемпинга где вчера ночевали вообще, конечно кемпинг был странный странные странные странный мальчик француз после нас говорил он с 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 . . стоит с с с а не это какашки ну вот так здесь походить втроем можно на ужин я думаю килограмм собрать даже больше все можно идти дочь в этом лагере живут иммигранты ну или люди которые там я не знаю где жить и в общем они там живут постоянно им там дали электричество воду естественно там никаких счетчиков нету ничего нету все и всем этим они пользуются бесплатно потому что типа они иммигранты и типа у них нет денег эта дорога сейчас где мы едем она вообще затапливается ночью водой и сейчас только мы вот днем в какое-то время определенная только по ней можно проехать вода под подымается до этой вышки то здесь наверное на два на три метра вода подымается проехали чуть дальше в сторону бордо и здесь наткнулись на какой-то город яхты гоняю вот то есть здесь набережная там все вот эти ресторанчики за мостом а мы вот буквально через дорогу оставили машину то есть в центре города это такое вообще такая роскошь считается потому что в большом городе припарковать бесплатно автодом ну здесь во франции невозможно а еще здесь такое вот есть интересное место то сюда приезжает человек на своей машине и здесь он может спустить на море свою яхту там мы идем смотреть салют праздновать день взятия бастилии во францию можно встретить еще очень часто вот такие машинки старые которым уже там по 50 это еще больше лет рано это старое рано все равно они на них ездят и эксплуатируют все ездят на велосипедах здесь то есть велосипед это одно наверное самых распространенных транспортных средств в этом городе куда мы приехали здесь специальные выделенные полоски то есть вот эта улица для автомобиля эта улица дорожка для для велосипедиста да это очень модный город стильный такой здесь практически вообще я ни одного иммигранта до сих пор не увидел ответь в трусах стоит человек в трусах и белой рубашки ничего страшного первый раз путешествия во франции я вижу спокойное море без каких-то сумасшедших диких отливок с чистым песочком пойдем дочь да обошли четыре кемпинга вот зато смотри краб и ключ ключ торчит можно взять покататься лодочку мы сейчас зашли вон туда в тот кемпинг там такой типа кемпинга муниципального или еще что-то я говорю можно мы у вас здесь этот заедем переночуем они говорят да конечно да конечно потом такие а вы горит откуда я гром из россии они говорят а нет говорит извините у нас здесь типа это частная собственность и типа этот вы можете здесь еще и рядом есть три кемпинга можете там у них спросить у нас нельзя представляешь я вообще офигел надо остановиться в поле и сорвать подсолнух я думаю европейцы европейцам даже в голову такое не приходит жизнь заходи быстрее чистить машине сейчас там оси машина поедет стукачи все сорвали короче подсолнух и вот здесь одно поле заканчивается подсолнухи заканчиваются начали начинает по сразу кукуруза расти я думаю секунду за было бы спела кукуруза кстати там есть спелая кукуруза но она не совсем по-моему да надо тоже проверить чё по-моему есть вкусно я вот так ела здесь они внутри вдавливаются молочек слушай кукуруза есть ну где мы здесь остановимся давай хотя бы с подсолнуха начнем подсолнух съедим сначала потом кукуруза будем рвать французам не так накладно было наша очередная остановка состоялась в городе для рошель мы все-таки мы все никак не можем доехать до бордо и я называется сегодня здесь проходит концерт разные исполнители выступают и просто популярная музыка играет приходят сюда приносят свое вино но они очень культурно отдыхают они приносят с собой бокалы приносят с собой закуски очень вкусные и вообще все проходит очень культурно мусор мусорки переполнены чуть позже рядом с этими мусорками будет мусор разбросан но на лужайку никто не бросит на дорогу тоже никто не бросит европейцы в этом правильном плане вообще молодцы а мы были там на машине и там улицы были буквально 5 сантиметров двух сторон я проезжал машина очень большая и я даже не знаю как мы не поцарапали там дочь смотри сколько рыб вон огромный видишь и твой сачок мы решили прогуляться и прям перед нами подплыла лодка посмотрите как много людей наблюдают за концертом да оказывается если с француза начинают гулять и гудеть то они собираются вот мне кажется еще даты совпали что именно сегодня именно в этом городе именно в это время идет концерт и поэтому все сюда приехали есть даже артисты ходят выступают с плетками и без а это типа германия и у него плетки все немцы с плетками игре так что очень да красивые у вас плетки надо было сказать я не знаю что они красивые ночной рынок по франции такая грустяшка стоит 500 евро 4 человека 500 евро а вот грустяшка 200 евро беременные да вот грустяшка 350 евро какаешь грустяшка какай 350 чем чем боишься как думал об так же все смел и он изготавливал все хорошо да по туле фи ки фи не оттон-дон-тон-бан уэй туле жанки парле перседы фушарма жарма уэй туле сортюры вскрыл в в в в в в когда в в Сейчас наткнулись на конвой из иммигрантов. Оказывается, здесь во Франции много людей, иммигрантов, живут вот в таких автодомах, как у нас. И они прям, ну их сразу видно, они тянут вот такими большими машинами, прицепами, бургонами. Вот. И у них там в основном всякие строительные материалы. Я так подозреваю, что здесь много иммигрантов, работают строители. Тянут вот этими большими такими микроавтобусами. У всех, видишь, почти? Это 100% иммигрантов. Понвой целый. И в общем, мы проезжали здесь по Франции, наверное, я даже два раза заезжал к ним, я воду у них набираю. Они дают воду бесплатно набирать. Вообще 2 евро стоят. И один раз мы видели, они разбили лагерь, в общем, и подключились к поджарному гидранту, который красный торчит из земли. Подключились к нему в воду и воду брали, в общем, оттуда. И электричество тоже прям со столбов, без всяких счетчиков, без ничего. Проезжаем еще один красивый мост. Мне очень нравится, как делают мосты во Франции. У них здесь есть Виадук Мийо. Красивый мост. В Европе, конечно, улицы очень маленькие. И если вы планируете брать автодом, вам нужно потренироваться или еще как-то. Видите, вот здесь въезд для автодомов. Написано, что запрещен. Либо потренироваться, либо, я не знаю, на грузовике, либо еще на чем-то. Потому что машина 8 метров. Если многие, вот сейчас Женя уже выпустила видео, многие начинают писать, какая нужна категория, еще что-то. Категория, если я не ошибаюсь, до 3,5 тонн. В B достаточно категории. Но у меня как бы и D, и C, и D, и E все категории есть. Поэтому я насчет этого не заморачиваюсь. Но если свыше 3,5 тонн, то однозначно нужна категория D. И машина будет большая. Я думаю, будет она, во-первых, шире намного. Ну, там какую выберете, длиннее будет, однозначно. И есть ли в ней смысл вообще. Потому что вот эта машина, в которой мы путешествуем, она очень просторная, большая. И здесь четверо человек смогут вообще без труда и спать. И рыбку вынуть. Да, и рыбку вынуть. И все сделать. В общем, здесь можно. Это типа, короче, кемпинг без ничего. Какую-то самую минимальную сумму здесь можно заплатить, получить за это. А, ну вот, тариф 10 евро всего лишь. Получаете вы за это электричество. Место получаете. И есть Wi-Fi. И, ну, вода, естественно. 10 евро всего лишь тариф. Если берете такую машину, обязательно продумывайте. Там всякие мелочи, связанные с посудой, с постельным бельем, с мебелью для пикников. И было бы еще очень удобно, если был бы велосипеды или мопед был бы хотя бы один. Сзади кемпинга можно прицепить мопед. Вот так во Франции выглядят платные автобаны, автомагистали. Минимум 6 полос. Окраничение по скорости здесь 110 км в час можно ехать. Очень быстро получается. Мы сейчас в Бордо. Тут буквально метров 700, наверное, от центра города. Нашли вот такую вот парковочку платную. Здесь стоит 5 евро ночь. Написано, что нельзя слишком длинным и с прицепом заезжать сюда. Но мы сделали вот, чуть заняли здесь. Маленькая машина сможет поставить. И с этой стороны тоже немного будет торчать. А вот зарядки, то есть на электрических машинах. Можно сюда заехать. И бесплатно заряжаться. И даже, по-моему, не только электрическим. Я думаю, при желании нам нужно было бы сюда тоже подключиться. Но все равно очень радуюсь, согласитесь. За 5 евро можно полностью свою машину в полный бак зарядить. Триумф Согласия. Триумф Согласия. Купаться можно? Нет. А пить можно, да? Да. И в полный бак зарядки можно пить. Интересно такое красивое сочетание. То есть, такое что-то модерновое. Модерновый транспорт. И старые здания. Очень интересно. Катаются ребята здесь на скейтах. Вот. И улицы вот так у них. Квадратами, блоками. С одной стороны, это, конечно, очень удобно. Мы приехали на экскурсию во французский древний замок. А мы, как настоящие короли, сегодня спали вон там. Прям возле этого замка. Замок находится на вершине холма. Или на вершине горы. И здесь еще снимали фильм фантомас. Специальный ров. Чтобы тяжелее было попасть в этот замок. Замок построен таким образом, что сзади неприступная такая стена. Крепость, в общем, очень сильная. Нам сказали, что здесь снимать нельзя. Поэтому, может, не хоряя снимали. Загну. Окна тут сделаны из стекла. Поднялись в столовую. Вид такой красивый. Как раз на вашу машину. Чашки. А камин-то какой огромный. Полили здесь деревья. Деревья такие, бро, поборж. Третий шок, бро. Третий шок. Третий шок. Дорога. Так. Третий шок. Сара, улыбайся. Делайте секунду. И вот. Меч тоже. Меч аккуратный. Тетя, да, меч? Тяжелый? Спасибо. Красота. Дочь. Заболилась. А это что, не кровать? Для кровати. Субтитры создавал DimaTorzok Мы сейчас проезжаем регион или район шато. То есть все эти виноградники, это виноградники шато. Во всех регионах у них разный вкус вина и разный вкус винограда. Потому что где-то вино, где-то больше солнца, где-то больше воды, где-то больше и того, и другого. И поэтому вкус получается разный. Где-то в их свыше в горах, где-то ближе к морю. И поэтому вкус от этого меняется очень сильно у всех продуктов. Как прическа твоя называется сегодняшняя? Сегодняшняя. Не помыла твоя. Навигация Google нам вообще однозначно помогает очень хорошо. Это навигация номер один. Вообще во всех странах я ей пользуюсь постоянно. Она мне всегда выручает. У этой навигации очень много функций. Там можно скачать оффлайн карты. То есть дома, даже если вы собираетесь куда-то поехать, можно маршруты скачивать. Карты полностью области, целые страны можно скачивать. И вот я сейчас ее запрограммировал, чтобы она меня вела до моей точки бесплатных дорог. То есть она мне выбирает вот такие трассы примерно. Две, там, три полосы в одну сторону. Но все равно мы едем 110-90 минимум. То есть она перекидывает меня с одной трассы, где есть возможность. Она меня перекидывает на платную трассу, чтобы я там маленький кусочек проехал. Очень удобно. Еще у нее функция есть. Можно выбирать, если мы куда-то едем, и нам нужно куда-то заехать в магазин или на заправку. То есть ее можно программировать, чтобы она искала по дороге какие-то остановки. Которые именно нам требуются, чтобы мы туда заехали. И рассчитывать сразу, сколько мы на это времени потратим. Все в русском языке. Есть возможность еще голосового поиска у нее. Вот так цепляют к автодомам велосипеды французские номера. На один литр топлива, на один литр солярки можно проехать 10 километров. То есть, грубо говоря, нам 10 километров стоит где-то 1 евро. Ну, 100 километров где-то 12 евро на солярку тратим. Наше путешествие по Франции подходит к концу. Сегодня мы возвращаем наш автодом. И я решил снять для вас видео, как мы жили здесь 20 дней, почти месяц. Какая у нас была вот спальня, двухспальная наша квартира, двухкомнатная. Начну со спальни. Это у нас получается большая кровать здесь. Она поднимается и под ней очень много ящиков. Можно тоже разместить вещи. Раскидать здесь, разложить. Здесь у нас есть еще один шкаф. Получается, здесь шкаф. Два шкафа над головой. И лампочки с колонками. Прямо над головой эти лампочки светятся, работают. Вот. Еще один шкаф. На каждом окне у нас есть вот такая закрывать от солнца штучка. И закрывать от москитов, от комаров, от всяких. Тоже. Эту комнату здесь еще есть сверху. Тоже у нас такой люк был. Мы открывали этот люк, когда было совсем жарко. Он тоже можно, его либо от москит защитить, либо в сетку, либо этот. Так. Полностью эта комната закрывается. Одной дверью. И еще вот этой дверью тоже можно закрыть. То есть получится как двойное закрытие. Здесь душевая кабинка. Вода подогревается с помощью газа. Есть освещение. И точно так же. Либо закрываем наглухо, либо от москитов. И можно полностью открыть окно. Иллюминатор. Здесь у нас санузел. Туалет. Туалет можно вращать. То есть... Туалет можно вращать, как удобно поставить. Вообще без проблем. Он смывается так. И потом здесь эта штучка полностью смыв. Ящички еще есть. Здесь тоже. Мы все здесь. Женя разложила всю свою косметику. Все полностью. Ничего не падало. Нормально было, когда я ехал. Так. Переходим. Во вторую комнату. Здесь у нас получается. Была раковина. Мы здесь посуду мыли. Продукты мыли. Здесь готовили кушать. Трех. Комфорочная. Газовая плита. Все окна можно либо полностью закрыть. Либо режим Mosquito Time. Здесь тоже посуда была. Нам, кстати, повезло, что была посуда. Были чашки. Вилки. Ложки. Два ящика. Вот. Этот уже постой. И вторая кровать. Она спускалась. То есть, это новый тип машин. Что здесь кровать, когда не движется машина, можно опустить, поставить сюда лестницу и спать там. Очень комфортно. Она большая. Ну, примерно как двухспальная кровать такого размера. Иногда я там спал один. Иногда все мы втроем. В общем, здесь полки. Здесь полностью индикация. Можно сделать освещение. Выключить освещение. Воду. Показывать заряд. Показывать, сколько воды осталось. Показывать, насколько резервуар заполнен. Спутниковое телевидение. Когда мы его включаем, там поднимается антенна. Начинает крутиться. И автоматически настраивается. Холодильник у нас был с морозильной камерой. Хорошо, кстати, морозильник он даже. Мороженое можно было хранить. Ну, и вот такой он. Нам хватало. Всегда он у нас полностью был забит. Еще в полу есть для обуви вот такие ниши. Две штуки. Здесь и здесь. Ну, и здесь стандартные ящики кухонные. То есть, он закрывается и все, уже не откроется. Вот. Вот посуда, про которую я говорил. Уже осталось. Если я нажимаю кнопку, все, он уже не откроется. Да, в принципе, они и так не открывались. Стол тоже можно там разблокировать, выдвигать сюда, сюда задвигать. Сидения эти вращаются вот так, на 360 градусов. То есть, можно разворачивать, смотреть телевизор. Места очень много. Вот. Есть камера заднего хода, сдаю назад, она включается. Здесь у меня навигация стояла. Ну, можно вот так сделать. Вот. Сейчас покажу снаружи. Здесь у нас кассета с туалета. Вот этот тент, получается, можно было выдвинуть. Здесь, как сказать, тент, навесик такой. И здесь тенек был. Здесь два газовых баллона. Я не знаю, сколько мы потратили газа. Они нам дали два новых. Но у нас один даже не закончился. Вот. За месяц, получается. Или сколько. Модель у этой машины Fiat. Ну, и вот G710. Pilot G710. То есть, Fiat, на базе Fiat'а сделали такой автодом. А, и вот сразу наша вторая машина. Сейчас мы сюда переложили все вещи. И поедем эту сдадим. И сюда назад вернемся. Вот. Возле кемпинга. На Uber вернемся. Еще сзади вот здесь удобная штука. Сюда очень много вещей помещается. Я видел, некоторые даже сюда стиральную машину устанавливают. Ящики здесь хранят продукты. Там, по-моему, даже выключатель есть, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, у нас здесь чемоданы лежали. А вообще, я думаю, при желании сюда можно мопед даже закатить. Зафиксировать его. Или сюда сзади. Мопед, велосипед. Вот камера. Ну, машина очень длинная. То есть, вот по сравнению с Opel'ем, она, наверное, в два раза длиннее ее. Ну, и широкая. То есть, если стажа вождения не было где-то там у вас в России или еще где-то, будьте осторожны, потому что в Европе очень узкие улицы. Я выражаю огромную благодарность всем тем людям, которые досмотрели это видео до конца, тем людям, которые оставляют под видео адекватные комментарии, мудрые, с хорошими советами, ценными, полезными. На данный момент это для меня очень ценно и важно. Спасибо вам большое. Всех обнимаю. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok